ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Госдума поддержала идею МВД о том, чтобы автомобилисты могли сами выбирать сочетание букв и цифр в регистрационном знаке авто. На платной или бесплатной основе не уточняется. Не так давно новый руководитель ГИБДД Михаил Черников говорил, что будет всячески способствовать организации официальных аукционов по продаже красивых номеров. Ожидается, что данную тему Нижняя палата парламента рассмотрит осенью. ТРАССА СТО ОДИН Стоимость автомобиля, на который распространяется повышенный транспортный налог, может быть пересмотрена. Сейчас это 3 миллиона рублей. Имеется в виду повышение или понижение суммы, в Министерстве финансов сказать затрудняются. По словам представителя ведомства, инициатива должна исходить от Минпромторга. Ранее сообщалось, что власти хотят изменить ставки транспортного налога для дорогих авто. В настоящее время они варьируются от 1,1 до 3. ТРАССА СТО ОДИН 990 тысяч рублей. Столько минимум стоит китайская копия Хонда CR-V нового поколения. Кроссовер Дунфен DFM AX7. Продажи машины стартовали накануне. Начальный ценник CR-V для сравнения – 2 миллиона 110 тысяч. Автомобиль из Поднебесной оснащается двухлитровым бензиновым мотором мощностью 140 лошадиных сил. Такой же устанавливается на Peugeot 307. Коробка – пятиступенчатая механика или шестиступенчатый автомат. Привод – передний. В базовой версии китайца присутствует, в частности, система стабилизации, системы помощи при трогании в гору и торможении, кондиционер и мультимедиа с 7-дюймовым сенсорным экраном. Трасса 101. Известная КБ «Стрелка», занимающаяся развитием городской среды, предложила идею, реализовав которую можно снизить число наездов автомобилей на пешеходов. Все довольно просто – переходы нужно приподнять над проезжей частью. Тогда водителям при подъезде к ним волей-неволей придется притормаживать. Также «Стрелка» выступает за сужение полос движения до 3 метров 25 сантиметров, что должно привести к снижению аварийности. В Шотландии успешно испытали автомобиль с залитым в бак биобутанолом. Эта жидкость по составу очень походит на виски. Вернее, она делается из того, что остается при производстве благородного алкогольного напитка. Любопытно, что новое топливо подходит как для бензиновых, так и для дизельных моторов. А подготавливать двигатель к его использованию не нужно. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания.